Самое распространенное средство защиты рабочих станций какое? Антивирус. Антивирус, да, и оно на самом деле самое эффективное средство, как я не говорю. Я в АСУТП... Ну нельзя его туда ставить. Нельзя его, ну нужно, но нельзя, да, очень часто рабочие станции старые, древние, если создается сначала, то ставить надо, тут надо настаивать, что надо ставить. Если рабочие станции старые, то не получится. И есть там такая шутка, да, когда там диалог такой, когда один человек спрашивает, а мне, говорит, вот на Pentium II вот с такими вот там слабыми характеристиками, какой можно антивирус поставить? Он говорит, тебе не надо ставить, и говорит, у вирусов требования к системной. Поэтому, и это очень, очень хорошо относится к АСУТП рабочим станциям, что зачастую там можно встретить и античные рабочие станции, и даже иногда 98-ю. А недавно был случай, когда во французском аэропорту упала система, работающая на Windows 3.1. Ух ты! И такое бывает. Желаю всем здравствуйте. Антон, привет. Привет, Евгений. Расскажи немного про себя, чем занимаешься. Я работаю в компании Ларбатуре Касперского, занимаюсь развитием решений и сервисов по безопасности критических инфраструктур, по безопасности систем управления промышленной автоматизацией. Под критической инфраструктурой, в моем случае, мы понимаем, не те критические инфраструктуры типа государственных систем, финансовых систем, телеком, это те критические инфраструктуры, которые включаются в системы промышленной автоматизации, которые так или иначе связаны с физическим миром. Примерами таких критических инфраструктур можно назвать несколько отраслей. От наиболее к менее, это электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, это химические, а химическое производство, это системы водоснабжения, водоотведения, то есть коммунальное хозяйство. То есть то, что влияет на жизнь большого количества людей, на большие территории? На жизнь людей больших территорий. Ввиду того, что все начало автоматизироваться с применением современных средств числительной техники, электроники, традиционные войти в технологии начали приходить и в автоматизацию, приносить в том числе и свои проблемы и риски. Это и уязвимости в протоколах, в операционных системах, это доступность к внешнему несанкционированному доступу. В отличие от традиционных офисных систем, где можно просто украсть данные, либо остановить работу, здесь можно смоделировать атаку таким образом, что последствия ее будут именно физически. Это может быть разрушение оборудования, это может быть нарушение экологии, это, не дай бог, вред жизни и здоровью людей и так далее. В качестве примера можно назвать внедрение в современных объектах электроэнергетики цифровой подстанции. Это оборудование, которое эксплуатирует традиционные Ethernet-сети, операционные системы, рабочие станции, сервера. Это очень удобно с точки зрения управления, но создает риски несанкционированного доступа и манипулирования этим процессом. Если, условно, раньше подстанции управлялись, условно говоря, вручную, были конкретные рубильники, то сейчас появилась некая система управления, которая понимает, включено, отключено. Это управление никуда не пропало, оно остается, но и появились удобные инструменты централизованного управления с помощью IT. Это же играет и с точки зрения безопасности, потому что на нее многие не обращают внимания, специалисты, так как не придают этому значения. У многих специалистов по автоматизации энергетики нет мышления безопасности с точки зрения IT, что к ним может проникнуть человек и сделать какие-то вредоносные действия. Событие, которое произошло полгода назад на Украине, в трех облэнерго на западе Украины внешние злоумышленники отключили порядка 80 подстанций, отключили от них потребителей. Более 220 тысяч человек до 6 часов оставались без электричества. То есть это люди, это компании. А вот как это физически выглядело, что они непосредственно сделали? Позже было проведено расследование. Эта атака готовилась не меньше полугода. Злоумышленники собирали учетные данные в системах этих энергетических компаний. И в один день было очень хорошо организовано. Они организованно подключились удаленно к системам, либо с использованием VPN и штатным софтом для управления энергетическим оборудованием, либо подключившись прямо к рабочим станциям через средства удаленного администрирования типа аэродмина. Просто понажимали нужные кнопки, они знали, что нажимать, и поотключали потребителей. То есть не было какого-то взлома? Не было взлома, не было попыток ковыряться в оборудовании. Они пошли по пути на меньшего сопротивления. Вообще неорганизованно это сделали. Мало того, что они отключили штатным способом потребителей, повыключали эти рубильники, они проделали ряд действий, которые задержали попытки восстановить. Были вытертые жесткие диски у ряда станций, также у ряда контроллеров, которые работали на терминалах, которые работали на операционной системе Windows. Произведены настройки системы электропитания у ПСОВ в центрах управления, в результате чего люди остались без электричества для восстановления. Были заменены прошивки конвертеров последовательных интерфейсов, которые также управляли промышленным оборудованием, так что они превратились в кирпич. Все это позволило задержать восстановление. До шести часов люди оставались без электричества. Атака сопровождалась ДИДОСом на телефон этих компаний, не позволяя сообщить о проблеме. То есть был и какой-то подготовительный этап, а сама атака сопровождалась ДИДОСом. В расследовании указывается, что для проникновения сети сбора использовалась вредоносная программа на обеспечение Black Energy, которая связана с рядом других инцидентов, связанных с энергетическими компаниями. Этот инцидент стал одним из знаковых инцидентов, доказывающих проблему. Наверное, вторым крупным после Стаксны в 2010 году, когда вирус долгое время выводил из строя центрифуги на заводе по обогащению урана в Натанзе. Что касается защищенности на российской территории и за рубежом, есть какое-то понимание, лучше мы защищены, хуже? От чего это зависит? Как можно об этом судить? Можно судить об этом по инцидентам. Пока локомотивом информации по инцидентам является американский центр реагирования на инциденты, ICF-ЦРТ. Там заявляется, что в прошлом году было зафиксировано в Америке порядка 300 инцидентов в различных отраслях. У нас такой статистики не публикуются. О чем это может говорить? О том, что у нас нет инцидентов? Ну да. Или о том, что их никто не собирает, не оповещает о них? И тем более, много инцидентов остаются даже в Америке не зафиксированы, потому что это ответственность и так далее. Ну понятно, это как в случае с банковскими инцидентами. Выводы можно сделать из последних исследований о доступности компонент промышленных систем в интернете. Большое количество компонент находится в Америке, то есть в странах с развитой промышленной автоматизацией. Россия в этом списке находится на 20 месте. Я связываю это с тем, что наша автоматизация еще не настолько развита, чтобы быть такой уязвим. Это даже хорошо, потому что мы сейчас уже знаем о проблеме, и мы не сильно развиты. И мы можем проектировать систему с учетом безопасности. Мы можем проектировать с учетом исполнения. То есть это плюс для нас. Антон, расскажи, что нужно сделать изначально при проектировании, возможно, автоматизированных систем, для того, чтобы она изначально была более безопасна, чем современная? В любом случае надо подходить с пониманием существования угроз информационной безопасности. К формированию требований к построению системы промышленной автоматизации. К выбору решений компонентов. Когда мы общаемся с заказчиками, и мы заказчикам говорим, что выбираем он вами оборудование, он содержит уязвимости, а у него есть такие проблемы, он говорит, я ничего не могу поделать, вендор поставляет только такое. То есть производитель поставляет уже изначально с уязвимой оборудованием? Сейчас нужно иметь некую волю требовать у производителей, чтобы они закладывали требования по механизму информационной безопасности. Сейчас ситуация в этом плане меняется. Многие вендоры попали в область, как сказать, в интересы исследователей, их постоянно разбирают на уязвимости. В частности, Сименс настолько после Staxx это активно все разбирали, что они вынуждены были создать свой ЦЕР, выстроили систему, выстроили систему анализа кода. Ну, надо сказать, что там было-то на самом деле страшное количество. Было страшное, и сейчас их в них больше всего находят, но тем не менее они в этом плане самые крупные. Ну, они самые крупные. Самые зрелые, да. Если система уже существует, то обязательно нужно первым делом провести нормальное обследование, поставить себе диагноз, понять, что вы имеете, провести инвентаризацию с точки зрения IT-безопасности, вообще иметь представление о том, что у вас существует, насколько существуют здесь риски для вас. Проводя аудиты, да, очень часто мы слышим, нам ничего не грозит, у нас все должно быть изолировано. Ну, то есть система автоматизации должна быть изолирована от какой-то корпоративной сети. Вы уверены, кто вам подтверждал то, что вы изолированы? Знаете, сети живут долго, там работают люди, люди иногда нарушают правила, сознательно, несознательно, совершают ошибки. Так или иначе, сети обрастают различными устройствами, подключенными к ним, там, какими-то там шнурками Ethernet, отброшенные от одной сети к другой. Сеть, даже если она была правильно сдокументирована и сделана изначально, превращается в нечто иное, с новыми каналами доступа в нее. Пример можно привести того же стаксона, то есть как туда этот вирус, то общепринятой информацией попал. Да, сети были изолированы, но он попал через всевозможные каналы, он и внутри сетей распространялся, да, после того, как в них попал. Когда люди собрали все сэмплы и дошли до самого начала, изначально он зародился в проектных организациях Ирана. То есть это организации, которые имели доверенный доступ, санкционированный на объекты. То есть они приходили со своими машинами, подключались к сети. Да, с ноутбуками, с флешками. Вирус был найден в Беларуси, его нашли там, и долго не могли понять, для кого он предназначен. Только потом, когда они изучили код и поняли там характеристики, на что он нацелен, поставили, что это иранский объект, и он там уже существовал долгое время. Расскажи какие-то другие примеры. Это случай, который произошел на одном из советских автозаводов в 80-х годах, когда инженер, отвечающий за систему автоматизации конвейера, сознательно создавал проблему в коде, некую логическую бомбу, которая в заданное время срабатывала, останавливая конвейер. После чего он приходил, соответственно, устранял проблему и выходил отсюда спасителем с премией. Но проблема как-то произошла так, что он неправильно заложил в коде эту ошибку. Она сработала во время, когда он был в отпуске, и конвейер простоял, по-моему, до трех дней. И начали разбираться, и там обнаружили вину, он сознался в этом, и, соответственно, там получил в том числе уголовный срок. Что тут можно отметить, что данный вектор атак, когда инсайдер делает что-то сознательно, чтобы выйти к победителям, он существует и сейчас. Его не нужно исключать. Такое возможно и сейчас. Один из последних случаев без каких-то негативных последствий, но с возможными негативными последствиями, был в этом году на американском предприятии по очистке воды. Злоумышленники случайно забрались в систему управления. Случайно ли забрались? Случайно. Они изучали просто сеть, у них не было цели атаковать. Нашли систему автоматизации и смогли изменить пропорции химикатов, добавляемых для очистки воды. В принципе, это было безвредно, это было обнаружено, но сам факт пугающий, что они смогли это сделать случайно. Какие типовые, может быть, проблемы для системы СОТП существуют? По опыту проведения аудитов в системах промышленной автоматизации наиболее часто встречающиеся проблемы – отсутствие сегментации сети. Люди не придают значения сегментации. Это отсутствие каких-то правил сетевого экранирования между сетями, даже если есть сегментация. Слабые парольные политики, слабые пароли, пароли, записанные на листочках – это лишние права. Это иногда может быть оправданно с точки зрения процесса. Мне один из специалистов по СОТП сказал, какая парольная политика, ты о чем говоришь? У нас, когда приходит срочно что-то нужно изменить, приходит человек, он знает пароль админы 400, а если ты изменишь, то мы в нужный момент можем чего-то не исправить. Может быть, это оправдано. Факт, что пароли слабые, если сложится с другим фактом, отсутствие сегментации сети, и с фактами развития кибертерроризма, все эти три факта складываются в очень негативные последствия. Поэтому нужно понимать риски. Если вы не можете менять пароли, значит, используйте какие-то другие компенсирующие меры. Присутствие различного неслужебного, ненужного установленного программного обеспечения. Это использование различных периферийных носителей, USB-носителей, флешки, модемы и так далее. То есть это слабо контролируется. На предприятиях отсутствуют, в принципе, очень часто ответственные за информационную безопасность. Более того, даже если в организации есть офисный сегмент, есть служба информационной безопасности, то она зачастую останавливается на границе этих систем и не лезет в эти системы. На текущий момент у нас до сих пор не принят закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, который как раз нацелен на СУТП. Он с 2013 года находится в состоянии законопроекта. Есть надежда, что, может быть, в этом году его примут. Ну, поживем, увидим. Из нормативных документов, имеющих значение, сейчас основным является 31 приказ СТЭКа, который носит рекомендательный характер, но, тем не менее, позволяет, носит какую-то методологическую основу для этой темы. И очень многими компаниями он берется в основу, как корпоративных стандартов. Что же, Антон, спасибо, что пришел. Было очень интересно. Да, спасибо, Евгения, что пригласил пообщаться. Приходи еще. Обязательно будем рады видеть. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok